здравствуйте дорогие друзья продолжаем отдельную главу мицарам и поговорим о том как нам тяжело бедным насколько нашим предкам было легче смотрите когда в душе появлялись дефекты что-то было не так у них сразу начиналась знаменитая болезнь проказа царат как правильно переводится им было видно что надо исправиться а у нас вот люди ходят думают что они праведники а на самом деле что-то не так тяжело нам знаете вот написано что в книге ахават хаим написано что сейчас перед приходом машерка вся наша жизнь написано является одной сплошной чередой испытаний войн и каждый день новых и только благодаря вот когда мы учим тору это в этот день немножко очищается атмосфера поэтому с вами делаем великую работу кстати это написано не сегодня не вчера великие люди все понимали о чем наша недельная глава проблемах с языком в основном о том сколько горе приносит не сдержанный язык и если раньше там кто-то кому-то шепнул и там через два года узнали что-то то сейчас все разносится парниковые условия для лжи в старые добрые времена сплетня могла было годами идти от одного к другому а сейчас пожалуйста телевизор что еще там телеграф ты виду что хочешь есть и пресса на моментально там известных людей там или неизвестных все выводят на любые страницы делать что хочет и кто-то прочитал у него становится это уже мнением и начинается это распространение дальше 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 сказано у нас в нашей недельной главе поэтому это закон о прокаженном слово прокаженные мицара оно считается как извергающий зло да что такое злое слово обладает разрушительной силой и несет злые намерения очень вообще очень плохое отношение в иудаизме к языку считается что человек если оскорбил человека так что он побледнел ты его убил это это увидел следующий мир и человек приходит в следующий мир здравствуйте ему говорят вот на вас 24 убийства какое убийство я что ему показывают так написано еще почему это это глава говорит о коже написано что пятна проказы которые появлялись на коже человека кожа это орда на иврите да это как свет еще читается и там душа которая в теле человека она светится а кожа она защищает этот цвет не дает ему вылезти да это тот внешний орган который скрывает свет души да если какой-то недостаток проявляется в свете то там появляются какие-то сложности пятна образование и так далее поэтому написали мудрецы чтобы избавиться от злословия недостаточно перестать злословие надо еще научиться нормально вообще говорить по-человечески и второе искренне желать добра людям вот просто искренне желать очень важная вещь если злословие обратает такой разрушительной силой сказали мудрецы что надо же храм разрушила то как велика сила хорошего доброго слова представляете и и а доброе слово написано как начинается с доброй мысли с хорошего намерения с хорошего искреннего чувства откуда это берется с настроение хорошее человек должен следить чтобы у него было хорошее настроение бороться там с плохим и так далее и вообще написано доброе слово подобно благословению и оно исходит не только из головы или слов то это еще и сердце и поэтому обязательно проникает в сердце написано что язык жизнь и смерть во власти языка если хочешь жить береги свой язык от злословия однажды написано рабе шимон послал своего слугу тую купить значит купи мне на базаре самую хорошую вещь тувя пошел купил им большой говяжий язык на следующий день он послал и говорит купи мне знаешь что самую плохую вещь опять ему принес язык он и слушай объясни мне что это я объясню когда язык хороший то нет лучшей вещи чем если плохой нет хуже этого язык чека он может человека разрушить семью он уничтожить это и может склеить сконороды и так далее каждый вообще обратить внимание есть простая примета когда кто-то стремится к миру когда кто-то не раздувает пламя пожара когда кто-то не подзуживает вас и не говорит что да да правда надо вот это вот это вот хорошие нормальные люди когда только кто-то призывает к бесконечному конфликту что бы он не рассказывал какие бы мысли не было это все не так это гнилая позиция и сейчас написали мудрецы когда у нас нет сил протестовать и сдерживать эту мутную ну у нас есть сила не увеличивать ее можем меньше своим языком говорить меньше злословить мы можем не 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 содействовать противостоянию и увеличить изучение торе 5 минут торе написано очищают мир и это исцеление языка написано древо жизни древо жизни это тора и наша обязанность подразумевает не только вот наша обязанность умение промолчать кстати написано что еще и лучше быть обиженным чем обидчиком и говорили когда смолчи когда человек смолчал открывается великий свет написано тот она научится этому получает великую награду надо зарабатывать понимать человек должен зарабатывать говорят что евреи особенно должны зарабатывать поэтому надо с утра до вечера зарабатывать валюту какую валюту самая не криптовалюту какую криптовалюту небесную небесная криптовалюта сделал хорошее дело прочитал тору что-то ты накапливаешь себе там банки никто ее не возьмет она не упадет и ты себе прокладываешь путь в очень-очень далек еще и своим близким браховы от слыха криптовалюта